Приветствую вас. Если говорить конкретно о том, что происходит в вашей семье, то я бы сказал, что родители проектируют на вас то, что ценно и актуально для них. То есть они пытаются овладеть вами, они пытаются иметь над вами власть, они пытаются действовать как-то через вас, через вашу голову, через ваши желания. Через ваши потребности и так далее. Соответственно, ваши родители, они будут делать так всегда. Потому что для них это, ну, скажем так, видимо, единственная форма взаимодействия. Да, единственная форма взаимодействия с вами и вообще в одной связи друг с другом. И пока не воспитаны, что деньги это самое главное для них. Ну, по крайней мере, по крайней мере, как это вот видится мне. И, естественно, они не хотят, чтобы вы уходили от них. Они не хотят, чтобы вы действовали как-то через них, да, то есть в обход них. Они теряют свою значимость. То есть, что нужно понять. Родители преследуют свою цель. Исключительно. Родители преследуют свои цели и, в общем-то, думают они только о себе. Так они не думают о вас, они не думают о том, как вы будете жить. Они не думают о том, как и что вы будете делать. Они думают только о себе. И все. По большому счету. И вам нужно это, постараться понять, что они вот такие. Они действуют только по своим желаниям. И в полной вероятности, что вас они не любят. Как, ну, как таковую. Они не видят вас. Они не видят вас, как самостоятельно, лично. Они считают, что постоянно должны вами управлять. Они должны постоянно делать что-то, чтобы доказывать себе, значит, ну, постоянно доказывать себе, что они значимы. А вы их, их, этой значимости, постоянно лишаете. Понимаете? И, соответственно, соответственно, из-за этого им, из-за этого они находятся постоянно в, не знаю, в фрустрации какой-то, да? Постоянно пытаются делать, значит, ну, что-то, что было бы интересно для них. Но, негативно сказывать бы на вас. Вот. И, посмотрите, у них своя жизнь, а у вас своя жизнь. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу, могу вам сказать. И, к сожалению, к сожалению, к сожалению, это, пожалуй, чуть ли не единственное, что я могу вам сказать. А, потому что, у вас, в общем, правильная мысль, что нужно отходить или уезжать. Вот. У вас правильная мысль, что нужно, ну, жить отдельно, знаете, это правильная мысль. Но правильная мысль также и в том, что есть ощущение, по крайней мере, у меня есть такое ощущение, что вы не очень хорошо владеете своей жизнью, не очень хорошо отвечаете за нее. То есть вы постоянно пытаетесь со своими родителями как-то бороться, вы постоянно пытаетесь со своими родителями как-то противодействовать им, вступать в отношения с ними. Как-то пытаетесь постоянно с ними, значит, ну, бороться. Вот. А бороться-то не надо как раз, ибо борьбой вы ничего не добьетесь, понимаете? Борьба это то, что ваши родители и оживают, они живут борьбой, понимаете? Вот. Вот. Они именно и живут борьбой, как раз борьба для них это все, вообще все. Вот. И поэтому вы, когда отвечаете им на это, на борьбу, когда вы отвечаете им на борьбу, вы по сути дела даете им пищу, ну, даете им пищу, то есть даете им энергию. Потому что именно благодаря такой борьбе они и живут. Ну, и вместе с этим, вместе с этим вы как бы приучаете их к тому, что помимо вот вашей жизни, да, помимо ваших личных границ, то есть эти же они и что вы, значит, постоянно обращаете внимание на них. Вот. То есть вы не даете им понять, что нужно жить отдельно, то у них отдельно, у них свое, у вас свое и так далее. И ситуацию, конечно, остороняет тот факт, что вы развелись. То есть, как я понимаю, ваша мама и папа, они не самые, да, счастливые. Вот. Ну и, соответственно, если они не самые счастливые, то и вы тоже не очень счастливы, потому что на вас они оказывают влияние. И это может передаться и на вашу правду тоже. Понимаете? Поэтому, чтобы не передавалось это, нужно разобраться, почему и какое влияние оказывает, значит, ну какое влияние оказывает родитель на вас. Вот. Чтобы определить границы этого влияния. И если границы этого влияния вы увидите, то сможете отслеживать, где вы и где говорите вы. А где говорят ваши родители? В вас. И таким образом, таким образом вы избавите себя от возгонев проблем с вашим молодым человеком. Ну, которые у вас могут быть. Я не говорю, что они обязательно будут. Вот. Вот. Но, может быть, может быть. Вот подумайте, пожалуйста, об этом. И как правильно вам сказал коллега мой, как правильно вам сказал Игорь Леонидович, что нужно жить, все-таки нужно жить именно вот своей жизнью, а не жизнью родителей. У родителей у них свои беды, свои проблемы, а у вас своя жизнь. И вам нужно в первую очередь заботиться о себе. И только потом уже, когда вы полностью себя, например, обеспечите, когда вы полностью перестанете, например, допустим, зависеть от родителей во всем. Вот. То тогда вы уже можете для них что-то сделать. Для родителей. А пока этого не происходит, то лучше все-таки, если вас не будет волновать что с ними, почему так происходит с ними, а все-таки будете волновать именно вы. Вот. Но с другой стороны необходимо отграничивать все-таки себя от родителей. Потому что, если этого не делать, если не отграничивать себя от родителей, то в вашем лице всегда будут эти самые родители. И в итоге, как вы понимаете, я надеюсь, никто от этого не выиграет. Вот. Ага. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. concerts Ag1 Haha. С judges.